Привет всем дорогие друзья, меня зовут Алексей, вы на канале Турука и мы продолжаем играть в Рим 2 за фракцию Екипид. Да, все у нас в принципе нормализуется, война продолжается с Римом Антонием, мы осаждаем Пальмиру, взяли Иудею под контроль целиком и полностью. Давайте сейчас вам восстанавливаем общественный порядок, нам в этом помогает армия под началом Геродота и Аризия, флотоводца нашего. Плюс у меня наконец-таки с ненадежного на надежный ушла важность, может быть теперь можно попробовать заключить какое-нибудь торговое соглашение, например, с дакофракийской конфедерацией. Так, а договоры ненападения вы хотите? Не хотите. То есть ничего вы не хотите в принципе, ну и пёс с вами. Кто еще желающий? С Сибири, ибо можно было. А почему бы нет? Давайте заключим торговое соглашение, если не согласятся на это. Так, это нам даст немного денег. Мы договор о ненападении подпишем с ними и право прохода армии. Низкое. Низкий, низкий. Ну тогда договор о ненападении мы подписывать с ними не будем. Зато мы будем торговать с ними. 41. Война, 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 бла-бла-бла. Так, и цены. С нами не хотят, наверное, торговать. Да, не хотят. Каппадокия не может. Квады тоже не будут. Майн не может. Маркоманы тоже не могут. Маскат торгует. Понт торгует. Рим, Помпея, Фриза, Химьер тоже торгуют. Все, отлично. Можно завершать ход и смотреть. Кстати, Пальмира, Дура Европас, это и будет Пальмира. Два города, целиком будет провинция наша. Сирию, это Антиохия. По заданию, Сирию нам только в военной надо. Да, Испанию и Ахею брать по экономической. Окей, конец хода. Ждем выпады от Рима Антония. Что он сможет сделать. Радос. Радос. Колосс Радосский. Вроде как есть, но Радос... Держать некому. Там общественный порядок падает, но будем надеяться, что он восстановится. Восстановится. Рим Помпея отбился от Рима Октавиана. Тут вообще в Италии такая идет заваруха среди агентуры и вообще всего прочего. На Антиохию нападает враг, но нападает, по-моему, просто подходит, не осаждая его. И отступает. Вон оно как. Вообще, очень странно. Сближается игра так, как будто это осада. Но что-то тупит по-страшному. Не понимаю я почему. Вроде как бы, блин, и не зависла. С другой стороны. И не продвигается дальше. Нет, все нормально. Попытался он напасть и тут же отступил. Вот так вот. Решил, что с Карпом ему не справится. Ну, куда там. Пробежала агентура Рима Антония. Вот это вот очень печально. Ну, все. Дальше вроде как попроще будет. Ну, в плане передвижений. Они быстрее будут ходить. Самые тяжкие государства уже походили. Римлипида гуляет тут по пустыням. Давайте дальше на паузе. Подрывная деятельность в войсках. Иларион подвергся нападению на патруль. Но это не так страшно. Главка обнаружили. Вероятность, что на очередном ходу вспыхнение невелика. Ну, окей. Дихвийский оракул дает нам общественного порядка. Доходы от всех источников. Замечательно. На 22 тысячи выросли мы свой доход. В Тингисе сейчас построим еще и Адеон. Амфитеатр был достроен. Здесь мы делаем еще одну священную землю. Потому что у нас тут плохо. Ну, вот сейчас общественный порядок здесь будет расти в разы. Вот такие вот макаром. И казармы гоплитов здесь возведем. Пусть будут. Ну, пищу. Доход от морской торговли. Здесь только гарнизон. А все остальное то же самое. Ну, пёс с гарнизоном. Сносить не будем. Пусть дает пищу. Хоть и минус 8 общественный порядок. Ну, зато пища есть. Пусть так и будет. И Оля достроена. Так. Тут все хорошо, в принципе, в Оле. Вообще, по-моему, великолепно. Краны нужны нам. Но это все потом. Враг отступает. Марк Банс и Курий. Ну, это как раз таки, который на Антиохию нападал. В Ливии обеспокоены населения. Надеюсь... Да, все. Наконец-таки оно пошло вверх. За счет того, что у нас сейчас Дельфийский, или как их там назвались... Вот. Дельфийский Оракул получили мы. За этого у нас прирастает. Академия. Академия. Жди пока с Академией. В Испании еще тоже тяжко. Вот. Ибасим. Ибасим. Что мы здесь должны построить? Конечно же, Священную Землю мы должны в Ибасиме построить. Что же еще? Небоевые потери. Ага. Фракция Дренгиана уничтожена. Угу. Все. Хорошо. Погнали. Главк. Твоя задача... Организовать так, чтобы на Батея... Так. Пура, Фрада, Арея. Арея. Там и так минуса. Минус 21. Да, со следующего хода будет еще одно восстание. Восстание мы поднимем и здесь. Жалко, что провалилась диверсия. Но ничего страшного. Попробуешь потом еще раз. Вот этих вот надо, ребят, манипулировать манипуляцией. 50% шанс, что он перейдет на нашу сторону. Неудача агента 41. Неудача 45. Неудача 32. Так. По показателям. Ну, понятно, что заказанное убийство это все хорошо. Шанс ранить врачных агентствах, шанс критического действия и отравления колодцев и не более. То есть, ну давайте попробуем манипулировать им. У нас 3-3-3. То есть в любую сторону, если мы пойдем, у него тоже 3-3-3. Ну, такие, то есть 50 на 50. Вот, просто задержали вражеского агента. Ну, ничего, зато получаем уровень. Иоланта. Ты гоняешься здесь, насколько я помню. Где-то здесь римлипидская армия гуляла. Ну, вот куда она убежала, я толком не понял. Можем убить полководцев и тогда будет расформирован отряд. Заказное убийство, удар в спину, 60% шанс хотя бы ранить. Провалилась. Обидно. Новая особенность, манипуляция, искушение 5%, но это у того дядьки. У Амаши... Аманишахетто. Да. Теперь, гордость двух земель. Ха-ха-ха-ха. Тут не взять, там не взять. Что нам делать? Блин, никто не плавает здесь. Вот тут Риман... Октавиана вроде как плавает, но толпа особо нету. Давайте будем грабить. Почему нет? Налет. Все, молодцы. Это ж завоеванный. Ну да, все, спорный. Отмель. Пополнение только в портах. А с грабежом чуть не особо, да? Ну и ладно. Глаза бури. Можно еще одну колонию улучшить. Доход шикарный. От торговли и от ремесел производственных увеличим. Так мы и сделаем. От всех источников. Здесь тоже вроде как ремесло. Это не ремесло. Ремесло, да. Тир улучшаем. Колония. Нам и гарнизон здесь будет. Киньеры, всадники и тому подобное. Тир будет нормально так защищен. Окей. Что делать? Антиохия. Священная земля. И... И, 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 и. И мальчика еще одного сделать нет. Или работорговца. А давайте две священные земли будем делать. Здесь насаждать культуру. Восстановление войск. В принципе, и так уже адекватно. Я надо брать шелк. Захватить. Это Эдесса. Это к Месопетамии относится. Тепсак к Сирии. Тогда... Сирию бы надо выбрать. Или Тарсус. До Тарсуса я добежать могу прямо сейчас. Я, наверное, так и поступлю. Ту-ту-ту-ту-ту. Легионеры. Легионеры-ветераны. Сильные войска. С авторасчета, если идти, то... 60%. Это, считайте, вся армия погибнет. Не пойдем мы на авторасчет. Мы попробуем... Окружать тоже не будем. Берем штурм. Берем штурмом. И я буду грабить. Грабить этот город. И возвращаться... В столицу. Тем самым, что мы будем получать? Будем получать деньги. Но и так же восстание здесь будет постоянно. Как только восстание поднимется, я добьюсь того, чтобы оно выросло до нуля. Уничтожу восставших. И благополучно вырастет у нас общественный порядок здесь. То есть, немножко ускорим все это действие. Сейчас по плюс 15 дает. Хотя, наверное, наоборот, удлиню это. Но зато я буду получать опыт Карпу. Опыт храбрецам Фараона. А это немаловажный показатель. Дождь. Дождь, дождь, дождь дождать. Не хочу. Нет, нет, нет. Ну, зачем нам дождь? Блин, везде дождь. Ну, хотя бы сухая погода. Вот, ну, хотя бы туман. Точность, дальнобольная. Ну, бла-бла-бла. Понятно. Понятно. Так. Ух. Какой городишко. Ну, тогда вот сюда вот идем. Вот сюда. Баллисты. Так. Баллисты. Так. Я сказал так. Так. Да, совершенно верно. Пикинеры. Закрывают все это дело длинным строем. Фаланги. Не знаю, зачем. Вот такой фаланги проку мало. Но все же она имеет место быть. Мечники пока растянутся таким макаром. Ты, дружок, здесь. Псадники. Тогда. Давайте вот сюда. Хашечки, конные лучники. Мы будем стрелять в них. А вот, в принципе, отсюда. Вот такая вот круговая оборона у города. Он не портовый. Начинаем битву. Бежим сюда. И наши ребятки. Ух, как карпарет-то ругается просто. Вот до сюда доходим. Доходим до сюда. Вы, бойцы наши, здесь станете. Понесла баллиста стрельбу. Так. Тогда, хашечки, давайте тогда здесь. В принципе, у вас радиус поражения какой? Не особо большой, хоть вы и лучники. Ну, нормально. Поплебеем. Стрельба идет. Здесь левисы. Чуть-чуть еще подойдем здесь. Прикроем. Понеслась стрельба. Продвигаемся чуть-чуть вперед. Продвигаемся чуть-чуть вперед. Лучнички вот сюда вот уходят. Не будем мы ждать. Мы пойдем вперед. Замыкаем это дело. Пильтастый пойдемте постреляем. Молодцы. Молодцы. И начинаем. Сначала левисов убивать. А потом все остальное. Так. Возьмите-ка вы, ребятки, в стену щитов. Встаньте. За исключением вас. Хотя вы и вы тоже. Здесь надо убить. Роял Пильтаст. Разбираем. Все нормально. И дайте вы, наверное, светящий выстрел. Вот сюда вот. Легионеры. Дали светящий выстрел, нет? А вы огненный. Светящий. Да, нормально. Все, просветили. Наши остались без снаряжения. Просвистели, я бы даже сказал. И последний штрих. Это кинуть. Наши ряды дрогнули. Эээ, спокойно. А, это конница, да? Ужас сейчас поселим. Устрашение. Боевой клич. Нормально, нормально, нормально. Кавалерия, отойди. Так, а ты где? А, ты добил бойца, и я потерял. Наши остались без снаряжения. Так, вы тоже без снаряжения? Давайте, пельтасты. Достреляли? Тоже пошли работать. Теми же самыми выстрелами светим. Свистим, свистим. Кавалерия тут. Этих ребят нужно очень сильно постараться убить. Это ж легионеры, они такие... Так, вы в щите. Не-не-не, в щите, в щите становимся. Все складывается в нашу пользу. Давай, давай, давай. Во, 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 расстрелять. Правда, я сейчас своих лошадей пострелял. Ничего страшного. Роял пельтаст. Так, че у меня там, где генерал? Генерал. Второе дыхание для ребят, устрашение для бойцов. Вот этих вот тоже делаем. Нормально. И вот сюда вот залп, пожалуйста. Нубиянс. Вот, 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 вот. Сейчас еще устрашение будет. Все, они наконец-таки боятся. Так, здесь легионеры. Вроде все живы. Живы, целы. Все хорошо. Нормально. Все, хватит стрельба. Нужно двигануть вот этих ребят. Убить. Во, во, нормально. Здесь лучники простреливают. По спине колеблется. Убежали. И легионеры, ветераны, генерал завершит битву. Ну, вроде как не особо много потерял. Если бы 60%, я бы просел бы вся армия так серьезно. А так у меня один мечник, конечно, погиб. Ну, вот этих ребят особо я и не жалею наемников. Мы их донаймем. Ну, зато Рим, Антония теряет еще один город. Это тоже немаловажный факт. Лучники, в принципе, неплохо настреляли. Каждый из них где-то по отряду съел. Ну, это дебафная армия. Светящий выстрел пламенный. Это нормально. Мораль делает очень сильно, понижает. Грабить. Тарсус. Разграбили. Можем мы вернуться на данный момент? Нет, не можем. Пускай он так и остается. Нам нужно вернуться в Антиохию. Но со сощехода. Так, что можно из наемников нанять? Вот, наемные. Наемники на сирийских бронированных слонах. Два отряда мы будем брать. Вот этот отряд расформировывается. Они стоят очень много денег на содержание. Ну, посмотрим. Здоровье 1100. Ближний бой. Боевые сирийские слоны. Это круто. Наемные конные застрельщики нет. Сирийские лучники. Два отряда. 36 урон снарядами. Ну, точно так же, как и здесь. Дальность 150. Вот, крутые, ребятки. Можно тоже взять. Но лошадки мне бы тоже пригодились. Этих оставим. нет. Пусть будет конница. Вместо кого? Да нет. Не вместо кого вообще ничего не будем терять. Такс. Глаза бури. Вот. Глаза бури. 14. Если вы отсюда уйдете. Сколько будет порядок общественный? 8. Нормально. Идем сюда в Антиохию. Вот так вот нормально стоим. и сюда. Разграбили. Но придется наверное это можно ой нет 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 нет. Можно ли снести ее сразу? Перестроить снести. Да. Снести снести вселение перестроить. В принципе нормально. отлично. И еще сейчас здесь построим священных земель. Почему бы нет. Так вы ребяточки с маврами пока не воюем мы но нужен общественный порядок здесь улучшать поэтому стоим тогда стоим на страже порядка. когти сфинкса вы в Иерусалиме да стая сэхмет в Ибасиме плюс один уже восстановим колесницы там два хода всего в принципе так где этот с осадой вот вы с осадой напали на патруль осада будет вот один ход до капитуляции мы наверное продолжим осаду вот вот да совершенно верно продолжить осаду они выйдут и мы спокойненько пальмиру возьмем один из тысяч меж тем у нас есть я могу саноника какого-то сделать да я это и хотел военное хозяйство гражданское хозяйство военное хозяйство угроза вторжения культурное насаждение вот игрушек так тебе нужно двигаться вот хотя ты здесь культурой будешь заниматься а ты уйдешь в египет обратно обратно у египет совершенно правильно или может быть даже лучше в Ливию не будем мы в Ливию отправлять что там у нас с библиотеками так военные посты да мне нужны были гимназии у нас сейчас закончат через два хода будут делаться военные посты мрамор культ Александра 13 ходов 8 еще здесь насаждение культуры бла-бла-бла в принципе наверное всеми я походил мне больше никто не нужен заканчиваем ход смотрим как ответит Рим Антоний ну и понятное дело ему ничего не остается как выйти на защитников двух земель здесь Иларион и я рассчитаю этот бой в связи с тем что я так хочу ну просто потому что не вижу в нем смысла особо большого теперь 50 68 вот от режима обороны отлично победа поработить пленных и спокойненько мы пальмиру сейчас заберем теперь только агенты гуляют здесь это уже не столь важно и так захвачено поселение пальмира вот прям с этого ход и начался кстати что это за ребятки я так и не понял грабить мы их не будем там особо много денег нету просто оккупируем противник ранен в тарсусе секст неви цириалис это один из агентов был ранен иларион четвертый ранг получает низкая вероятность гражданской войны это хорошо что она низкая иларион получает командира харизма что мы можем ему еще дать скажем управление стоимость содержания ненаемных отрядов нормально управление и вот этих ребят я бы тоже отменить ход мы с ними еще пока в мире пальмира взята перестраиваем ее здесь запас воды общественный порядок санитария санитария фонтан доход от земледелия здесь вот такую постройку здесь в принципе казармы тоже можно построить и перенанять армию что здесь есть из наемников тоже есть сирийские боевые слоны два отряда вот этих вот умирают и нанимаются сирийские лучники египетские лучники наемные горцы они так себе слоны слишком дорого два отряда сирийских лучников наймем стоят они по 246 надо будет потом все-таки от наемников подизбавиться здесь достроится казарма перенаймем армию Илариону пока он стоит конечно же этой армии слабенькая но более-менее боеспособная нету священной земли здесь и это очень плохо ровно так же как баллисты нужны ли мне баллисты по-моему не нужны построим священную землю и еще что-нибудь на это дело так с Арменией мы воюем двигаемся сюда если Тарсус мы потеряем это ничего страшного здесь можно построить вот так вот возведение культурного влияния нам здесь пригодится значит ты подруга наша занимаешься тут 57 уже тогда идешь сюда можешь сделать манипуляции какой-нибудь заставить его понятное дело 30 43 процента не особо 1 процент ровно так же как заказное убийство тоже не получится 19 29 в общем ты скорее сдохнешь сама неже любишь этого дядьку так и ты подруга наша где-то нормально 24000 25 общей сложности тарсус мы отстраиваем конница 5 ходов восстанавливаться будет лучники 3 хода нормально занимаемся подготовкой войск здесь антиохию при всем желании даже 3 армии не возьмет а когда достроится у нас мегаполис я его сразу в четвертый уровень переделаю и тогда там вообще будет практически невозможно взять регион антиохии это богатый город прямо таки лучится счастьем общественный порядок плюс 6 во как антиохия оказывается тоже считается одним из чудесных городов и там общественный порядок улучшается в Пальмире понятное дело ничего антиохия Соломин а в Иерусалиме что-нибудь такое есть ничего в Иерусалиме нету хотя странно на самом деле Соломин 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 алтарь Омунзевса или я хотел с пищей что-то связать алтарь культурное влияние общественный порядок доход морской торговли давайте один алтарь хорошо и кладовую построим чтобы воинов здесь нанимать очень быстро ну в смысле восстанавливать кладовую в Антиохии в Тарсусе тоже нам нужна она нам пригодится так главк минус 21 замечательно там все хорошо хорошо 13 ну попробуй подстрекательство надеюсь у тебя получится отлично диверсия удалась минус 47 здорово гармозию бам можно еще потом со свящего хода пойти и в баме сделать хотя я лучше здесь сделаю мы тут на Батею очень сильно покараем кстати какие у нас отношения с ними пока у нас есть договоры не нападения но очень большой минус поэтому в скором времени они пойдут на нас такс Брундизий гарнизон здесь полный в Аполлонии точно так же в общем смысла нет двигаемся дальше грабим все это дело потом блокаду совершим глаза в буре может быть всегда взять а это Галатия и Каппадокия в Сирии Самоста и Тепсак ага все рядышком Тепсак заберет вот эта армия в скором времени нормально так попробуем еще раз сманипулировать не удалось это очень печально на самом деле сыны гора готовы к сражениям следующим плюс 15 так грабит он слава богу не наши земли но лучше его убить отлично минус я я же минусанул полководца откуда он будет набирать войска непонятно хотя может быть у него государственные деятели еще оставались поэтому такая вот фигня так ты стоишь стая Сэхмед может в принципе продвигаться дальше только вот куда где бы ей выйти но мация с сагунт в принципе можно двинуться на сагунт я здесь не могу разве я не могу здесь выйти неизвестно могу или не могу шесть мы пока скинем налогообложение здесь и двинемся сюда отлично отлично высадились можно идти на сагунт так и в корсике у нас там в каралисе налога нету надо бы его включить двенадцать семь все семьсот монет но все же прирастает строим здесь еще вот это здание все там все довольны тут тоже все хорошо в сиге тут конечно лучше идти вот так забираем еще у рима липида решительная давай решительная подпросили баллист кавалерия заходим в оккупацию отлично вот эту построечку мы в торговый порт нет в доке да в доке да здесь даем кладовую тут надо сносить совершенно верно минус два давайте мы тоже здесь снесем добавим тут тоже доки так девять тысяч у нас осталось меж тем это очень мало в связи с тем что мы нападаем со всех фронтов так когти сфинкса у нас остались нетронные но они защищают Иерусалим это хорошо замечательно что у нас по технологиям так ненадежный готов ли еще с нами кто-то подружиться макроманы в принципе готовы но к ним добраться невозможно торговый путь проложить нереально и фракийцы у нас фракий почему нельзя портовый город же у фракийцев нет а нет пульпудева и все да и все остальное ремонтония ремонтония а где столица ремонтония в Афинах же по моему если не ошибаюсь да надо вот сюда вот плыть вот этим вот корабликом и грабить здесь караваны совершенно верно двигаемся 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 тут восстанавливаемся все зергуде в Азии минус это радос минус 3 пища 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 ну тут за счет культурных наверное построек все это из-за культурного различия как тут греческая вроде пока ползет вверх но за счет алтаря и меня это радует но провинций больше римских нежели греческих влияние 9 2 и 2 бла 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 постройки технологии местные традиции здесь падает но влияние 10 тут влияние никакого и балканская тоже скоро исчезнет хорошо заканчиваем ход ну а что в принципе все неплохо и так на стаю с Эхмед нападают три римских легиона один из которых только военачальник тогда получается два состоящие из претарианцев легионеров союзной конницы пара наемников и тому подобного и основная армия которая тут в принципе тоже не особо сильна я думаю встречу их своей армии и это будет эпичный бой легион восьмой диализ под руководством септима нормана металла тут еще децим металл и септим тукци капитон ну что ж капитошка давай повоюем с двух сторон они на нас будут нападать страшна только союзная конца плюс у нас переправа это вообще замечательно потому что при переправе наши колесницы смогут разбить войска в пух и прах вообще просто если они будут переходить все в одной точке там колесницы конечно сотворят нечто невообразимое любую потерю можно восстановить наемниками будет если что и взять пару городов и так переправа здесь переправа здесь это ж нет одна вот тут одна вон там значит мы расставляемся вот тут вот здесь становимся эй стим прекрати а-а-а-а-а-а-а-а делать мне так ребятки вы если что прикроете нас ровно так же как и мечники с пельтастами там разберемся вообще откуда будет нападение колесницы пока здесь постоят легкая конница может тут побыть ну и сам галин станет пока тут все все друзья отлично двигаемся сюда прачниками ребятки копейщики выстраиваются здесь тут переправа такая что лучше всех четырех и подходят свежие силы свежие силы да как я и предполагал идут позади союзная конница отсюда двигается хорошо фалангой сейчас выстроимся мечники тогда вот так станут царские пельтасты за спины ребятам и дружок сюда все не будет он здесь переходить оно и правильно меня больше волнует что здесь наемные конные скутарии добыча для нашей кавалерии для нашей легкой конницы примем их я понял их не видно но сейчас встретим их тут они из леса выйдут движение жизнь пока колесницы стоят так а где баллисты вражеские я их не вижу да бог с ними так вот они конные скутарии двигаемся а ведь стрелял кто-то уже только что по нам да это вот они те самые баллисты слава богу ах зацепило все таки одного всадника благо не генеральского отлично разбираем один отряд разбираем сейчас тут же второй жалко что третий не не получится вот таким вот образом мы встречаем конных скутарьев наша легкая кавалерия должна здесь проявляться так прачники работают фаланга стоит легат идет вперед попадает на залп пельтастов и кавалерия сажается на пике здорово приехали вражеский военачальник убить уже военачальник убить так у нас защита слабенькая но зато очень сильная атака поэтому я вот тут еще и баллиста прикрывает в принципе мне кажется она больше бьет свои отряды нежели мои работаем по ним всадники застрельщики еще тут где-то гуляют наши остались без снаряжения это пельтасты видимо да без снаряжения пора вступить тяжелой кавалерии чариотс вот сюда вот уходим двигаемся пробираются они здесь это очень печально надо вот так вот защитить чариотс сюда просто уничтожаем их где наш генерал генерал дай-ка бафы там на ужас воодушевление устрашение это кавалерия наша погибла ой можем можем пробежать а то что-то как-то сильно проседает так ну тут союзную конницу пельтасты должны уничтожить обидно что давай 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 прожимай прожимай так наша кавалерия справилась с вражеской твой колесницы работаем так 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 генерал отойди чуть-чуть в стороночку а то что тебе сейчас а то то сделают по попе иди с ним так там уже одна колесница отступает попробуйте проехаться по ним иди ски мечники наемные так прачники вроде как стреляют но слабовато чуть-чуть подойдите здесь поближе нормально работой союзная но медийская конница да так тут в копья они нормально влетают так вы ребятки боюсь что свое дело сделали пельтасты встречаемся здесь если что чариотс вот сюда вот гуляем молодцы молодцы минус одна армия две легкие кавалерии погибло балиарских прачников наемных тоже нужно уничтожить отлично проход не взят можно пока сгруппироваться прачники там еще работают прачники только не убивайте моих а ребят становимся сюда хорош стрелять все вы молодцы перестройтесь наши остались без снаряжения спокойно с союзная конница сейчас на капье сядет и не улететь нет выходит но да 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 это кто так залп давал понял виноват вот 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 на копья об капье его ты тоже затыкайте его молодцы он решил здесь немножко построиться ну окей кстати там всадники легионеры ветераны всадники застрельщики что то их немного 29 всего и баллисты отлично все здесь справились колесницы отдыхаем сейчас пока отдыхаем прачники мне нужно каким то образом вот союзная конница наемные конные скутарии здесь легионеры наемные скутарии вигилы хорошо встретим их мячами вместе с пельтастами почему бы нет отлично двигаемся сюда вот в лесочек постреляем прачниками генерал пока что здесь постоит таким вот макарчиком все вы тут не давайте пройти а вы наверное и не дадите здесь пройти ускоряем как то они сумбурно зачем то держат здесь хотя нападают они следовательно время играет на меня сейчас сейчас будем потихонечку расстреливать вражин царские пельтасты поможете здесь и мечнички тоже самое останутся здесь в лесочке нормально генерал так будет передвигаться потихоньку так пока не достаем чуть-чуть вперед вот отсюда вот я думаю вполне закрываем 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 все пошли прачники бить легионеров вегилов они стоят не очень качественно спинами поэтому я думаю сколько-нибудь да убьем бегает нормально вегилы колеблется убегают наемные скутарии давайте чем больше отрядов уничтожим тем больше панику мы посеем ох легионеры начинают проседать очень сильно это мне на руку все это по спинам идет строй просто колоссально уходит так баллиста да бьет чуть-чуть чуточек спрячьтесь пожалуйста в лесочке а то баллиста все-таки может настрелять что-нибудь а легионерчики потихонечку умирают вот они уже колеблется у прачников конечно же патроны кончатся отлично слингерс чуть-чуть вперед спрятаться в лесу так вот по лампу стреляют да тогда вы тоже спрячетесь здесь в лесочке а вот здесь все молодцы о тут спиной стоят но у меня патронов наверное не хватит хотя наемных скутарей сейчас положим камнями в спину тупорылый компьютер никогда не мог им проводить переправу наши остались без снаряжения один прачник отстрелялся не 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 вы еще долго не уйдете пару залпов вы получите спину ну 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 вот 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 от набережения здорово 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 вегилы все прачники думаю стрелялись пельтасты уничтожить их можно конечно колесницами пройтись но не уверен что мне это поможет они все помрут здесь вегилы у них сильная защита поэтому нет наши остались без снаряжения да прачники все прачники все тогда друзья заходим сюда сюда мы двигаемся ты вместе с этим парнем двигаешься сюда ройл пельтаст убить врага так ну прачники все отворачиваемся так тут вегилы убежали здесь сейчас в спину черджанем это будет очень сильно зарезать их у пельтастов шикарная ближняя атака все разрезали это наемные скутарии были поэтому нормально все двигаемся сюда вы ребятки двигаемся сюда генерал тоже сюда бегом чариот я не знаю могут ли они прятаться в лесу но по-моему могут да маскировка лес да могут они прятаться в лесу поэтому вот сюда вот спрятаться пошла мазута понеслась как говорится моча по трубам передвигаемся так а где баллисты вот они баллисты отодвигаются их надо бы уничтожить тогда вот из этого леса мы передвигаемся нормалек так наша засада обнаружена да вообще плевал я на это движение жизнь мне надо уничтожить эти баллисты так а вы ребятки просто двигаетесь вот так да 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 вот таким вот строим пешочком особо не торопясь генерал все это дело мы вот здесь вот встанем баллисты были сейчас уничтожены я думаю регионеры ветераны все спрячемся теперь здесь порезали их немного и хватит надо наши бегут с поля боя так ты убежишь надеюсь ты тоже убежишь отлично вы прячетесь нормально кстати сколько там они о двинулись в атаку наши остались без снаряжения и вы ребятки этих ребят вы ребятки этих ребят заходим сюда так молодцы молодцы вы тут схлестнулись да это хорошо и легионеров разбираем royal field test работаем двигаемся вперед не знаю насколько сильно справиться наши мечники но мне нужно как то обойти их обойти 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 черное просто пятно здесь на переправе вот так вот становимся выстраиваемся и двигаемся в атаку со спины наемных скутарей все молодцы работаем здесь царские плитасты не знаю как долго смогут держаться давайте щит щит сейчас закроет и даст нам защиту в ближнем бою 68 шикарно наши остались без снаряжения здесь тоже щит дадим защиту в ближнем бою увеличит нормально вигилы потихонечку умирают хорош вы построитесь а то как то вы тяжко так тут расстреляли наших копейщиков это очень печально но зато не пробивают по вот этим ребятам это нам на руку и тут как это сказать вражеский военачальник убит резервы выйдут дай-ка ты нам вот так вот легионеров ветеранов порезать не ждал ты царских мечников царских мечников торакса хотя на самом деле я думаю что это не царские мечники так нормально колесницы разбирают ох и здесь царских пельтас погубили уничтожен целый отряд уничтожен целый отряд то же самое двигаемся двигаемся чариус работают вигилов все работаем так ты где не вот ты где убить убить вот этих воинов притарианцы пошли 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 в атаку пошли в атаку потом щит кинем устрашение ужас на пролом воодушевить убить здесь убить вот так молодцы гоняете все правильно но здесь нужна помощь нужна помощь блин рука замлела честное слово это кто легионеры легионеры ветераны ну-ка в копья вот так вот построится наши бегут с поля боя и тыкать их все равно обходим да тогда вот так вот так м будет двигаться все генерал молодец в регионе пизеле еще одного генерала отступим чуть чуть назад просто не хочу еще своего мой такой уставший парень бежит очень истощены Отойдем чуть-чуть Отойдем, да-да-да Наши бегут с поля боя Какой позор Легионеры Пельтасты Очень тяжко Так, тут справитесь Ой-ой-ой-ой-ой Наши бегут с поля боя Разбили здесь Претарианцы армию Наемные скутари еще остались Нормально вы этих копьями работаете Давайте поможем им Так, тут вроде легионеры колеблется Претарианцы живы Это вот сильные ребятки Преттории Все Отлично Строиться здесь Отдыхать Наши бегут с поля боя Какой позор Не знаю Выживем, не выживем Четыре отряда Вот они идут Притории Станут они на фаланге Уставшие Истощены Закрываемся Какой позор Держать строй На пролом Увеличивает Бонус к натиску Скорость к натиску Урон оружием Урон оружием 24 Улучшать Сейчас будем урон оружием Сначала дадим Вот эти бафы Дадим боевой клич Дадим Урон оружием Насколько увеличит? Особо не увеличил Нет, увеличил 26 Воодушевление Увеличивает что? Атака в ближнем Защита в ближнем Нормально Ближний бой Шикарен Защита шикарная Фаланга Непробиваемая Здесь просто Разберет всех фаланга Вот это вот Неждан Убить наемных скутарей Они тоже истощены Их разбить 64 61 Урон оружием Сильнейший Фаланга Держись Держись Фаланга Чего мы ждем? Бегом сюда Попытаемся их тут На ножи принять Сзади О, нет Это явно не попытаемся Отлично Генерал здесь справляется Фаланга 200 Блин Обходит Обходит Наемные скутари Убить 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 Второго дыхания Жалко нету Где мой генерал? Воин Который отвечает За генерала Я не вижу его Так Устрашение Здесь справились Заходим Со спины Со спины Заходим На пролом Воодушевление Претерианцев А то Фалангу Обходит Блин Бьют Бьют Фалангу Боевой клич Даст нам защиту В ближнем бою Урон оружия Работаем 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 Кто здесь еще есть? Легионеры Наемные скутари Убить Претеров И все Они потрясены Еще один Бафик Какой нибудь Бафик Только баф Отлично Они Блин Здесь со спины Отходят От нас Копья Пробивают Войска Боятся Мы победили Есть контакт Серьезнейший бой На счету У Галина Ему в копилочку В зачет Первая победа Эта победа Не первая 3186 воинов Рима Липиды Было уничтожено Я согласен У меня Ну колесницы Да Две колесницы На ура Две Средничком Кавалерия В принципе Справилась С своей задачей Она разбила Конницу Практически Под ноль Всю вражескую Один отряд Пикинеров Принял на себя Удар Вражеских Стрелков И был уничтожен А вот этот Стоял Просто Молодец Ну Генеральский отряд Здорово Царские пельтасты Тоже В принципе Все справились Но я потерял Два отряда Царских пельтастов Два отряда Колесниц Два отряда Граждансадников И Легкую конницу И два отряда Пикинеров В тораксах Чтобы восстановить Эту армию Мне нужно возвращаться К себе домой Но зато Было уничтожено Ого Ого В рабство Рим Взять В рабство И это Еще не все Это только Малая часть Рима Липиды Возвращаться В Эбасим Придется Хотя Можно взять Сейчас наемников Пробиться В новый Карфаген Но взять его Наверное Не получится С помощью Наемной армии Так И серия Получается Такая Очень насыщенная И в принципе Как я чувствую По времени Что Пора бы И заканчивать Наш тайный агент Раскрыт Гимназии Было исследовано Египетская Гражданская Вспыхание Гражданского Невелика Нехватка пищи О боже Как так Новое политическое событие Покушение на убийство Им не удалось его бить Но он был ранен Пытаясь скрыться от нападения Эх Карп Карп Тебя Заменит Сейчас Дружок Галатская Царская Гвардия В частности Да Ты же Им ходил Галатами Так Царские 49 Галатская Посерьезнее В боевом порядке В Толемеево Конец Оно понятно Греческая Царская Гвардия Не особо Пилетасты Это круто Конечно Но защита И оставляет Лучшего Ближний убой 49 Урон оружия Слабый Здесь 40 Здесь 45 Да Это Арат Пока Он Примет Руководство Храбрецов Фараона До тех пор Пока Карп Не Залечит Раны А он Целый год Будет В отставке На покой Домой к отцу Ушел Поведать Рассказать Ему о своих Достижениях В принципе Он многое сделал Для Египта Мне Теперь нужно Срочно Восстановить Пищу Аж Минус 4 Стало У нас Вроде как Осень Должна быть Пища за глаза Строительства Так 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 То есть Это Расход Пищи Дает За исключением Путевого Приюта Почему Такой Минус Пища Так Ну понятно Здесь Дается На пищу Здесь Соответственно В минус Пищу Там Плюс 3 Здесь Минус 2 Окей Делаем Здесь Пища Минус Здесь Пища 3 Пища Минус 4 Все Это Дает Минус Пищи Гражданское Поселение Сделаем Так Это Что Касается Земель Таруса И Антиохии Нам В Сиге Сига Сига Где Ты Ага Ааа Вот Из-за чего Пища У нас Здесь Четверка Плюс 9 Пищи Добавляла Теперь Пищи Этой Нет Здесь Также Пищу Добавят Тогда Тут Понятное Дело На Пищу Рыбный Порт В принципе Достаточно Третьего Уровня Больше 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 Не Надо 200 Пища 10 Помойки 3 Нет Здесь Кладовая Будет Так 30 тысяч У нас Строительство Где Еще Антиохия Сига Антиохия Тингис Ибасим Ибасим То же Самое Порт На Пищу Доки Пищу Не Снимают Нормально Путевой Приют Антиохия Амфитеатр Тарсус Коралис Коралис Тоже Съел Очень Много Пищи Плюс 9 Сейчас Ведь Съест Еще Больше Нужно Ливию Ити А что Делать Бакенор Опасно Мягкий Солдатам Нужна Сталь А не Ласковые Слова Боевой Дух Отряда Сражения Чужие Минус 15 Авторитет 3 Ух ты Бакенор Вон оно Как Так У меня Гибнет Армия Это Очень Печально Очень Печально Мне Нужно Срочно Поднимать Пищу Ливия У тебя Здесь С общественным Порядком Траблы Но Здесь Никуда Не деться Придется Эти Постройки Делать Минус 6 Минус 6 Минус 6 Общественный Порядок Падает Если У меня Здесь Где Нибудь Армия Готовая Скажем Так Восстановить Тот Сам Общественный Порядок Какие Бонусы Ты Дашь Находясь Налоговая Ставка Нет Тебя Из Александрии Я Выводить Не Собираюсь Это 100% 100% Военные Посты Пищу Тоже Снизит Так Что У нас Там На Пищу Добычу Экономика 5 3 Рыбные Таверна Бла 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 Фабрика Давай Плюс 5 Пищи Добавим Вот так Вот Сразу Разом Хоп И Пищи Нет Что У нас С портовыми Городами Торговый Порт В Египте Доки Давайте Рыбу Делаем Здесь Рыбу 5 Ходов Тяжко Так Тяжко Особенно В Ливии Будет Тяжко С Общественным Порядком Как Его Здесь Поднимать Черт Его Знает Мальчик Влияние Помоек Все Это Влияние Помоек Добавляет Кирена Кирена Шмерена Сносить Тут И Строить Еще Одну Пищу В Африке Перестроить Один Порт Было Было Неплохо Торговый Да Давайте Так Иначе Мы Все Это Дело Посеем Всю Свою Еду Так А эту Перестроить Храм Даст Пищу Шесть Да Угу В Капсе То же Самое Перестроить Пищу Так И Так Тыгыдым Тыгыдым Спадет Общественный Порядок Таким Макаром Таким Макаром Влияние Помоек Шесть Сейчас Влияние Помоек Ну Здесь Просто Увеличиваем Пищу Теряем Немножко Дохода Это Не так Страшно Здесь Общественный Порядок Теряем На Четыре Но Здесь Идет Грабеж Поэтому Я думаю Не так Это Все Печально Когда Грабеж Спадет Здесь Будет Все Великолепно По Общественному Порядку Делаем Поместь Еще Тут В Сиге В Сиге Минус Девять Пища Добычи Все Из-за Городов И Всего Этого Подобного Гадос Блин Здесь Надо Конечно Вот Эта Лещ Еще Не Сбавляет В Басиме Так Еда 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 Это Очень Важно Че У нас С Иерусалимом Иерусалим Минус Один Из Пищи Производит Здесь Кладовые Кладовые Которые Не Круто Путевой Привод Построен Со Следующего Хода Не Забыть Просто Но Я Думаю Что Со С 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 Кладовая Это 100% Я Не буду Перестраивать Пока Так Содержание Городов Четвертого Уровня Очень Сильно Влияет На Довольствие Ваша Фракция Страдает От Перебоя С продовольствием Освободив В провинцию Избыт Налогов Внут Вы На Время Сможете Решить Проблемы С Нехватки Пищи Подожди Где У нас Самый Минус Пищи Скажем Здесь Минус 7 В Азии Ой Кстати Азия Вот так Минус 7 В Азии 15 В Этике Минус 8 Минус 6 В Фазании Минус 13 В Фазании Приносит 2000 Вот так Вот Сделаем На Один Ход Посмотрим Сколько Тут 13 Если Будет У нас Пищи Продовольствие Больше Чем 13 На Следующем Ходу То Вернем К налогообложению Испания Пищи Не Приносит Здесь 0 Пищевой Центр Можно Добавить 15 Вот Вот Таким Макаром Да И тогда В принципе Цеда Можно Вернуть Опять На Налогобложение Все С Продовольствием Решили На Этом Ходу Единственное Только Что То Здесь Очень Большой Большой Недовольствие И Надо Ориентировать Нашу Армию Обратно На Воду Спускать И Возвращать В Эбасин Что Тут По Наемникам Конные Скутарии Иберийская Конница Бла 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 Очень Куча Всего Барахла Карфаген Здесь Не Взять Никак Регионеры Ветераны Ух Просел Ты Дружок Очень Сильно Просел Сможешь Ты Пробежать Сюда Бегаем Тут Я На всякий Случай Наемников Найму Вот Это Вот Все 11 Нанять Это Так Для Того Чтобы Чтобы На нас Если Напали Мы Смогли Удрать Или Дать Отпор Какой Нибудь Хорошо Вернемся Сюда Наемников Все Кинем Тут У нас Строится Как Раз Будет Казарна Можно Будет Донабрать Армию Че Страдаешь То Продовольствие Вернули Ну Это Уже Теперь Демонстрация Еще Хода Только Продовольствие Вернется Да Окей Ну Ребятки Следующий Ход Точнее Будет Точнее Этот Ход Будет Уже Следующей Серии Потому Что Всем Спасибо За Просмотр Пока